Добрый день! Продолжаем наш интересный разговор с Владимиром Пудовым, который не нуждается в представлениях. Мы говорили о вашей работе в Совете по делам религий. Куда вас распределили с философского факультета МГУ? А по какому принципу вообще отбирали выпускников философского факультета, чтобы идти в Совет по делам религий? Это же такое эксклюзивное место, там мало вакансий. Каким вы соответствовали критериям отбора? Ну, мне трудно сказать. Мне подошел начальник Новиков Михаил Николаевич, подошел ко мне и сказал, Владимир, вот к нам пришло предложение, вернее, Совет по делам религии набирает специалистов с философским образованием. И хочет, просит нас направить человека. Мы бы вот считаем, что ты вполне к этому подходишь. Как ты? Не возражаешь? Ну, я, конечно, сначала задумался. Тем более, что было для меня неожиданно. Я был на кафедре истории зарубежной философии, поэтому для меня это было немножечко другое направление. Еще раз напомните, какой год это был. Это был 1986 год, где-то вот так вот. Уже эпоха перестройки. Ну, да, уже началась перестройка. И Совет по делам религии тоже хотел набрать специалистов именно с философским образованием. И у нас в отделе были, в общем-то, все из философского факультета МГУ. Тем более, что за год до меня Блаженов Константин Леонидович пришел тоже с философского факультета МГУ. И наш начальник отдела Чернецов Евгений Васильевич, он тоже окончил философский факультет МГУ. В общем-то, мы все были приблизительно с одного факультета. Ну, было такое стремление, чтобы были специалисты. Таких специальных религиоведов не готовили у нас в Советском Союзе. Но нас и приглашали с философского факультета МГУ. Вы попали в отдел, который занимался протестантизмом, иудаизмом и сектами. Да, наш так отдел назывался. Отдел по делам протестантских церквей, иудейских религий и сект. Мне предложили лютеран, то есть тот набор. У нас было всего три человека в отделе, не считая начальника отдела. И у каждого из нас были как бы за нами закреплены ряд направлений. Вот у меня главные два таких было направления. Это лютеране и адвентисты. Два таких наиболее распространенных. Но были еще менониты, ну и другие там методисты. Но в основном эти два таких наиболее распространенных. Ну, центром деятельности лютеран в советских условиях была Латвия, наверное. Вот. Ну, это было, да. Дело в том, что в Латвии были две такие у нас республики, чисто, я бы сказал, лютеранские. Как в России главная православная церковь была основной, так и в Прибалтике. Это были две республики. Эстония и Латвия, которые преимущественно были лютеранские. И была такая у нас глава лютеранской церкви, я бы сказал, России, Калниш, Харадь Калниш, который курировал всех лютеран России, немецкой традиции. Он жил в Риге. Его как бы, его, его канцелярия была в Риге, и он из Риги посещал уже все, все, Казахстан. А что в 86-м году представляло собой лютеранство в России именно? Латвию, Эстонию мы примерно себе представляем. Вот, там все-таки... Ну, я пришел в 87-м году. В 86-м году меня предложили. А, ясно. А пришел я в 87-м. Когда уже открывались и регистрировались. Ну, когда я закончил Севастовский факультет МГУ. То есть, разговоры были предварительно о моей предварительной работе. Потому что я, мне же не сразу, вот я закончил МГУ, и мне сказали, Владимир Сергеевич, не хотели бы вы пойти в Совет по делам религии? Это было несколько раньше. Вот. Мне предложили пойти в Совет по делам религии. Я сейчас не где-то, за год, наверное. А, то есть, последний год обучения именно при кафедре научного адвизма был как бы подготовительным этапом к распределению, о котором вы уже знали заранее? Ну, да, я уже знал, куда я буду распределяться. И знали примерно, какая у вас будет специализация внутри Совета? Нет, 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 нет. Я... Мне тогда об этом не говорили. Было просто общее, так сказать, предложение. Тем более, что мне предложили собеседование. Я первоначально проходил в отделе православной церкви. Там-то, наверное, сотрудников больше было. Да нет, приблизительно столько же. У нас все отделы были приблизительно одинаковые. Приблизительно. У нас отделы были небольшие. Три-четыре человека, больше не было. Вот когда мы с вами сейчас частным образом беседовали, вы сказали, что у вас не осталось впечатления, будто Совет был подразделением КГБ СССР. Не осталось. Сейчас такое мнение является даже в научной литературе доминирующим. Ну, просто, понимаете, это те люди, которые, в общем, не понимали, чем занимался Совет по делам религии. И тем более, они и не знали, и, по-моему, и не хотят знать, чем занимался Совет по делам религии. Вот расскажите нам более объективную картину. Нам кажется, что он занимался только администрированием легальных религиозных организаций и гонениями на нелегальных, типа баптистов и инициативников. Господь с вами. С точностью да наоборот. У нас за счастье было вывести на регистрацию незарегистрированную общину. Для нас это было счастье. Мы всячески старались, вы знаете, вот когда в советское время где-то порядка незарегистрированных общин, где-то было порядка 10% от зарегистрированных. Мы приблизительно их всех знали. То есть глубокого религиозного подполя не было? Такое малочисленное достаточно, маргинальное? Ну, я бы не назвал его маргинальным, но дело в том, что они были очень упертые. Вы знаете, есть люди, которые и не хотели идти на регистрацию. Вот были такие случаи очень часто, когда ты, человека, собираются люди, им, а их не трогают. Месяц прошел, два месяца прошло, они собираются. Наконец-то они говорят, братья, мы что-то не так делаем. Почему нет гонений? Это на самом деле так было. И такого, чтобы любой ценой не зарегистрировать, такого не было. Знаете, было законодательство о религиозных организациях. 29-го года. Да. Сейчас год уж точно не вспомнил, но где-то до конец 20-х. И согласно этому законодательству, если люди собирались, 20 человек, то их обязаны были зарегистрировать. Не то, что там хотят, не хотят, их обязаны были зарегистрировать, если они собираются. Значит, было два варианта. Либо их, чтобы они не собирались сделать так, либо если они собираются, то тогда надо что делать? Регистрировать. А если они не хотят? И такие случаи тоже были очень часто. Не очень часто, но были. Ну, целое баптистское братство инициативников, состоявшие из сотен общин. Ой, ну не надо преувеличивать. Сотни, сотни. Их данные, которые они сами приводят, они же до сих пор существуют. Они и тогда не хотели регистрироваться. В полном составе уклонялось. Они и тогда не хотели регистрироваться, они и сейчас не хотят регистрироваться. Хотя, пожалуйста, никаких проблем. Но не хотят они регистрироваться. Ну, что сделаешь? Но дело в том, что в советские времена они обязаны. Вот сейчас по закону, я вот сейчас последнее не помню, но группы вроде сейчас говорят, что группы должны... Ну, для них придумали отдельную процедуру, которая не является регистрацией в качестве юрлица, но является ежегодным уведомлением. Да, уведомлением сейчас вроде. Органа Министерства юстиции. Ну, это и то не так давно. Не так давно. Да, это несколько дней назад. Ну, не так давно. А в советских, когда после 90-х, начале 2000-х, просто люди могли собираться, никого не уведомляя, ничего не говоря. Да. А в советские времена, если ты собираешься, ты обязан провести регистрацию. И если ты не регистрируешься, значит, ты нарушаешь закон. А если ты... Вы понимаете, когда говорят, что про нас... Было законодательство о религиозных организациях, а мы стояли как бы надзор за соблюдением этого законодательства. Поэтому, конечно, кому-то... Ну, кому нравятся надзирающие органы? Мы были надзирающим органом за соблюдение. Кроме нас, официально, я имею в виду официально, никто не... Там говорят КГБ, но КГБ-то они действовали неофициально. Что там про них говорить? Или кто там еще? Вам все-таки приходилось координировать с ними официальную и неофициальную работу по одному и тому же направлению? Ну, приходилось, конечно, сталкиваться. Далеко не всегда мы с другом соглашались. Особенно пример это с кришнаитами. Вот расскажите поподробнее, как вам удалось одолеть КГБ вот в этой конфликтной ситуации. Ну, когда мы... Дело в том, что... Тогда это было, пожалуй, одно из самых конфликтных ситуаций с кришнаитами. Мы их там сажали, про них там писали, там и разные наши комсомольские, правда, огоньки, разные статьи разгромные по поводу них выходили. И вдруг наш председатель Харщев, Константин Михайлович, он должен был ехать на какую-то конференцию международную. Он вызывает нашего начальника отдела Чернецова, Евгений Васильевич. Евгений Васильевич, вот лечу я на эту конференцию, наверняка меня будут спрашивать при кришнаитов. А я, говорит, понять не имею. Если читать нашу прессу, это ужас, ужас, ужас. А кто они на самом деле? И дал нам команду разобраться, что они из себя действительно кришнаиты представляют. И нам дали поручение такое, разобраться. Просто отделу. Причем в жесткой форме дали команду. Приоритет. Скандалов много. Тема не изученная с нашей стороны. И нам дали команду разобраться. И практически нас отдел, ну, большую часть времени начал заниматься именно только кришнаитами. Ну, не больше, ну, очень. А что значит заниматься? Берем, что про них пишут. Что их диета, она вообще ужасна. Что это вредит здоровью. А что мы понимаем в диетах? Ничего не понимаем. Мы идем, мы общаемся с теми же кришнаитами. Они сами, кстати, себя не любят называть кришнаитами. Они себя называют вайшнавыми. Очень не любят, когда их кришнаитами называют. По крайней мере, тогда это было. Сейчас не знаю. Ну, мы говорим, ну, дайте нам вашу диету. Вот такая обычная. Ну, мы к ним ходили, там, употребляли их просад. Ну-ка, ну, что вы едите? Берем эту диету, идем в институт питания. Даем в институт питания. Вот, дайте нам заключение. Насколько вредна или не вредна данная диета для человека? Причем запросы официальные от Совета к делам религии. Что там их кому? Комитет, кто спрашивает. Ну, мы говорим, что это нужно нам. Я знаю, что от комитета там тоже были свои какие-то запросы. Но нам дают ответ, что эта диета не как здоровье. Официальный ответ. Нет, что эта диета никак здоровье не вредит. Вот. Допустим, нам говорят там в этих, что они там какой-то, их правхупада, Шри Кришна, правхупада, что он вообще там какую-то свою непонятную религию изобрел, что ее там это самое... Никто не признает, да, что это вообще... Неаутентичный индуизм. Да, что это вообще к индуизму никакого отношения не имеет. Ну, откуда мы знаем, имеет или не имеет? Мы же такие крупные специалисты, что ли? Значит, куда нам обращаться? Институт Востоковедения. Институт Востоковедения. А так как оно пришло, допустим, с США, там все-таки он жил, институт США, значит, и Канады, мы обращаемся в эти организации и просим, дайте нам свое заключение. Как к ним там относятся? И нам дают официальные заключения, нам дают. И везде положительные. От всех этих инстанций дают положительные заключения. Вот этими вопросами мы занимались постоянно, как Совет по делам религии. То есть мы все это изучали. Мы, значит, дальше... Говорят, что они там на работе, там большие конфликты. Нам говорят, вот есть у нас группа. Мы берем группы лиц, которые официально там подали на регистрацию. Мы ходим везде к ним на работу, домой. Встречаемся. Как они ведут себя на работе. Как они ведут себя дома. Мы общаемся со всеми. И уже пишем свое заключение, что вот там, допустим. Вот этим всем мы занимались. Это была вот, допустим, наша работа, Совет по делам религии. После этого, когда мы все это обобщили, мы дали свое заключение, что против каких-либо против... Чтобы это была невозможность регистрации, мы не видим. Препятствий к регистрации. Препятствий к регистрации мы не видим. И мы считаем, что они должны быть зарегистрированы. Ну, конечно, комитет выступил категорически против. Сразу встал на дыбы. И они там заявили, что это вообще ужас, 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 ужас. Ну, а у нас все-таки, чтобы там не говорили, комитет в советские времена была, конечно, не главная организация. Ну да. Это сейчас отношение к нему такое тотальное. И тогда, и тогда... Потому что экстраполируют нынешние положения вещей на советские времена. Мне трудно сказать. Все-таки главная организация была Центральный комитет. И в ЦК, я там не присутствовал, но наш начальник отдела был, Чернецов, от нас. От них там кто был, не знаю. Собирается там совещание в ЦК. Мы там свою даем информацию, КГБ свою дает информацию. В ЦК там голову почесали, посмотрели, посмотрели и сказали регистрировать. И мы провели их регистрацию. А еще была одна очень важная вещь. Дело в том, что там было паломничество в Индию, должно было быть, по-моему, в 89-м году, если мне не изменяет памяти. Вообще было первое паломничество, крупный зарубеж. Паломничество именно этой конфессии? Да, кришнаитов. Именно паломничество. Там у них какой-то был религиозный праздник. И они подали заявку. Совет согласился. То есть мы дали добро, потому что тогда только Совет по делам религии мог давать разрешение на такие вещи. Паспорта оформляли. На самом деле, все паспорта, визы, это все проходило через Совет по делам религии, я имею в виду. Только мы давали добро. То есть мы были последней инстанцией. Там никаких главлитов не было для религиозных изданий. Только Совет по делам религии. Давал или не давал добро. Ну, конечно, при согласовании неофициально с другими организациями, что там говорить. Но официально последнее слово было Совет по делам религии. И мы приняли решение об их, чтобы они поехали в паломничество. 50 человек должно было ехать. И, правда, нас предупредили. Если хоть один из них не вернется... Да, там все согласились, все скрипели зубами, все согласились. Ну, если хоть один не вернется. И мы тоже... И что тогда будет? Ну, мы... Я не знаю, что будет. Мне трудно сказать. Я думаю, если бы ничего особого не было... Это просто фигура речи. Да, фигура речи. Ну, вот, а дело в том, что это все-таки наши российские граждане-то. Они слабенькие. Советские. Советские, да. Советские граждане. Они все-таки слабенькие в плане желудков и прочего. В Индии-то их никакой к ним особо не было. Вы можете себе представить просто обычное паломничество в Индии, где там санитарии. И там, на самом деле, они почти все сразу переболели. И некоторым даже было очень плохо. Но буквально... Они сами буквально на руках несли, чтобы только все вернулись. Ну, вернемся к протестантам, может быть. Это все-таки наша главная тема. Когда вы пришли в Совет по делам религий, за пределами Эстонии, Латвии и Казахстана, много ли было лютеранских зарегистрированных общин? Да, достаточно много. В Советском Союзе. Там порядка 10% всех жителей тогда были немцы. Просто 10% жителей были немцы. И там было очень много общин. И вообще центр лютеранства в России, это был Омск. Там была большая зарегистрированная община в самом Омске. Остальные по области были не зарегистрированы? Нет, всякие были. Было много зарегистрировано. Но было много не зарегистрировано. Дело в том, что не было единой централизованной организации. А примерно числом по России, как бы вы оценили количество общин? Ну, знаете, все-таки лет уже много прошло. Я сейчас уже могу ошибиться. Но я думаю, что если брать по России, порядка сотни. Порядка сотни. Если брать всего по СССР, это порядка 600 общин было. Ну, вместе с Прибалтикой. Большая часть это была именно в Прибалтике, Эстонии, Латвии. Много было в Казахстане. Но если брать общины Российской Федерации, то это в основном Алтайский край и Омск. Омск область. Зарегистрированных там было все-таки не очень много. Если брать европейскую часть России, то это в основном было по Волжье, типа Камышином. Общины были. А в таких крупных европейских городах их просто не было. В Ленинграде, может быть? Была не в Ленинграде, была в Пушкино община церкви Ингрии. Ну, даже не церкви Ингрии. Тогда не было еще Ингрии. Ну, было пробство. Было финское пробство в составе эстонской евангелической литератской церкви. Было пробство. Ну, и было еще раз хочу сказать, что был супертендент Харльд Кални, который находился в Риге, и который как бы, хотя и централизованной религиозной организации не было, но он как бы осуществлял функции епископа. Он посещал все города. Ну, вот вы упоминали, что Совет был обязан цензурировать литературу, которую издавали религиозные организации. Ну, это была его обязанность, да. Вот. Наверняка большинство лютеранских изданий в Советском Союзе выходило на латышском или эстонском языках. Ну, мы в это, честно говоря... Как вам удавалось контролировать этот процесс? Ну, у них были свои советы. Ну, они были под вашим же началом. Ну, под нашим, но мы просто... Мы занимались... Дело в том, что мы занимались только общесоюзными организациями. Мы не занимались там местами. То есть, в Латвию вы не выезжали? Почему? Мне приходилось выезжать и в Эстонию, и в Латвию, в командировки. Но это не значит, что... Это было именно только командировки, а не так, что я контролировал. Дело в том, что когда издавались адвентистские сборники «Благая весть», значит, я должен... Она же официально, по-моему, тиражом 5000 экземпляров они, по-моему, издавались. Или три, сейчас не помню точно. Ну, где-то так, порядка 5000 экземпляров. Я прочитывал, они меня привозили. Я прочитывал, делал свои правки, ставил свою подпись. На эту подпись ставили большую круглую печать «Цвет по делам религии», отдавали в печать. Всё. После этого уже никто не проверял. А какого рода правки вы делали? Ну, я так старался просто... Какие-то особо резкие высказывания. Они очень не любили католиков, адвентистов. Они могли какую-нибудь очень резкую какие-нибудь вещи про католиков написать. Что, допустим, Папа Римский, он какой-то там дьявол. Такие вещи я не пропускал лично категорически. Вот. Что-нибудь наподобие. И всё-таки, ну, не нравится вам Папа Римский? Или ещё что-то такое? Ну, не надо уж так грубо писать. То есть вы их так в русло экуминизма пытались направить аккуратно? Да, пытался, да. Пытался... А так, конечно, ну, что я буду их теологическое какие-то положение править. Ну, это их дело. Но когда дело касалось отношений к другим религиям или... Ну, они и сами особо в политику не лезли. Их это, честно говоря, не интересовало. Но старался сглаживать, когда мне приходилось... Ну, просто они были уже, как бы, воспитаны советской властью. У них же было и своё нелегальное братство, немногочисленное, которое было антисоветски настроено. Но вы имели дело с легальным, который ещё в 44-м году... Мы имели дело и с тем, и с другим. Нам приходилось сталкиваться и с теми, и с другими. А с другими вы по каким поводам сталкивались? Ну, мы, допустим, вот еду я в командировку в какую-то область. У меня есть данные, что в этой области существует столько-то общин разных. Там баптисты, адвентисты, это неважно. И когда я еду в командировку... Это вам местный уполномоченный давал, да, статистику? Ну, и он тоже. Ну, и помимо него. У нас, кстати, с местным уполномоченным часто бывали тоже расхождения, потому что у него одни данные, у нас другие. Я приезжаю, допустим, и говорю... Он мне говорит, что вот у нас здесь столько-то, такие-то, такие-то, эти-то собираются там, тут-то, там-то, эти-то собираются там-то. Я говорю, а вот эти? Он говорит, какие эти? Я говорю, а вот у меня есть такие данные мои. Ну, он доходит по-разному. Ну, информация собирается. Ну, вот мы и старались проверить. Собираются они, не собираются. А если собираются, почему? Почему вы, так сказать, их не регистрируете, к примеру? Для нас была, кстати, очень важная регистрация официальная. Вот сколько лично вам удалось вывести на регистрацию из-под поля? Ну, и дело в том, что мы непосредственно... Знаете, у нас отдел, он занимался общей методологической работой. Мы не занимались конкретным выводом регистрации. Это занимался другой отдел. Именно тот, который занимался вопросами регистрации. Наше дело было другое. Наше дело было просто собрать информацию, поговорить с людьми, выяснить обстановку. А не то, что мы там выходили и уговаривали кого-то регистрироваться или не регистрироваться. Это была не наша задача. Мы, конечно, в процессе разговоров, мы, конечно, на эти вопросы выходили. Но непосредственно всё-таки нам такие задачи не ставили. Вот вы упоминали, что ваше обращение к лютеранской вере началось ещё в период работы в Совете по делам религии. Может быть, немножко подробнее об этом расскажете? Знаете, когда лютеранской церкви, как-то больше всего не повезло в жизни. Вообще в целом или в Советском Союзе? В Советском Союзе. Потому что всё-таки были, ну и там с ограничениями, но были центры баптистов. И у них издавались их издания, и у баптистов, и у адвентистов издавалось. У них были журналы, у них были центры, у них были свои семинарии даже. А у лютеран ничего не было. Вообще ничего. Как же они кадры готовили? А никак не готовили. За границей, может быть? И за границей не готовили. То есть так, приватным образом как-то? Да, у нас в основном были братские общины. Не было ничего. Не было ничего. И поэтому... А у меня как-то сложились личные хорошие отношения с епископом Харадом Калнишем. Потому что когда, кстати... Ну, вы знаете, наверное, что когда люди... У нас в Советском Союзе всё-таки были проблемы с гостиницами, с билетами. И поэтому, когда, допустим, он ездил по стране, то он делал заявки. Потому что он сообщал нам, что вот он едет, и мы ему бронировали билеты. Мы ему бронировали гостиницы. Было в том числе и вип-залы бронировали, если была такая необходимость. Этим все обзанимался все по делам религии. У нас были свои брони, у нас были совминовские. Мы были по Советам Министров, у нас были совминовские брони. И мы этими всеми вопросами занимались. Вот, кстати, Совет по делам религии в том числе и этими вопросами занимался. Кстати, вы, допустим, знаете, что церквям распределялись машины. Было трудно купить. А откуда они через это по делам религии распределялись? Они делали к нам заявки. Чуть ли не дрова для епархиальных управлений и монастырей распределялись. Все было у нас, что было, как это называлось-то, я сейчас уже забыл. Ну, плановое хозяйство. И это все было, надо было на все делать заявки. Если сама церковь, допустим... Госплан это назывался. Ну, это не... Госплан это слишком сильно. Ну, это... Как это называлось-то? Хас уж не помню. В общем, надо было делать заявки на все. Какие-то квоты там, прочее. И если церковь, допустим, хотела начать строительство, ей нужно было строиматериалы. Ведь когда регистрация, когда церковь вообще на Баптистской регистрировалась, это же не просто, значит, если она регистрировалась, значит, она имела право построить свой молитвенный дом. Допустим. И она должна была строить. А где брать материалы? Вот мы, значит, согласовывали там. Мы брали из расчета как кинотеатры. У нас не было данных. То есть вот как расчет по человекам, допустим, 300 человек. Кинозал. Сколько кинозал там мест на 300 человек, значит, такого же должно быть и молитвенный дом, допустим. Если у вас 300 человек, значит, вы имеете право на такой молитвенный дом, где его вмещалось 300 человек. Знаете, какие баталии возникали? Когда, по нашим данным, у них 300 человек, а они доказывали, что у них 350. Какие споры-то возникали. Вы бы слышали, а почему? Потому что 50 лишних человек – это чуть-чуть больше молитвенный дом. Ну, к вашему знакомству с епископом вернёмся. Он епископ был, да? Кто? Калнинщ. Суперинтендент. Суперинтендент. Ну, это практически епископ. Ну, в священническом сане. Да, конечно, конечно. Он как-то повлиял на ваше сближение, а потом и обращение в лютеранскую веру, да? Ну, мы с ним очень часто общались. У нас как-то с ним очень дружеские отношения, личные дружеские отношения возникли. И когда в 90-м году у него возникли проблемы большие, он попросил меня помочь ему организовать общину в Москве. Я помог. Проблемы у него в Риге возникли, да? Нет, в Москве, в России. В России. Там дело в том, что тогда началась создаваться Единая Евангелическая Литеранская Церковь. В голове с Бароносом. Он же был его помощником. И он послал Бароноса в Петербург создавать общину. Он общину в Петербурге создал, но зарегистрировал её как свою, не имеющую отношения к Калнинщу. И зарегистрировал общину и в Москве, и даже не одну. В Москве, по-моему, три зарегистрировал. Ну, в общем, раскол такой начался. Да. И вдруг Баронос подаёт документы на передачу здания церкви Святых Петра и Павла в Москве Бароноса, чтобы ему передали. Ну, в том числе и в Питере Святых Петра передаёт. И тут же Калнинщ выходит, говорит, Владимир, вот такая ситуация. Баронос, я, говорит, не знаю, что делать. У меня ни людей, никого нет. Ну, и я и занялся регистрацией общины по просьбе Калнинща. Просто попросил меня по-дружески. Ну, дал мне какие-то свои адреса, какие у него есть людей, на которых можно выйти. Но у вас при этом уже какие-то собственные религиозные убеждения были? Ну, где-то, где-то начинали формироваться. Это было пока ещё просто личное уважение. Потому что никто мне никаких денег не предлагал. И потом не было, и речи о никаких деньгах вообще не было. Это было просто... И вот к вам кто-то подошёл и сказал, ну, помоги. И ты просто из дружеских помогаешь. И вот так вот и началось. А как осознан общину. Организовал общину в 1991 году. Вдруг выяснилось, что её же надо ещё и содержать. Ей же надо ещё и помогать. Вот. Там надо и бухгалтерские учёты, и прочее. А тут совет по делам религии распался. Ну... Ну, не распался, а был ликвидирован фактически. Ну, да, это в 1991 году, да. Но дело в том, что это не значит, что я сразу в церковь пошёл. Я в церковь только в 1995 году пришёл, между прочим. А общину я создавал в 1991 за счёт своих личных средств. Я после окончания... Дело в том, что у меня, помимо того, что я закончил философский факультет, я ещё и строитель по образованию до этого. Это средне-техническую у вас, да? Да. Я техникум закончил, московский индустриальный техникум. Я строитель, я работал после окончания... Когда совет по делам религии распался, идти-то было некуда. Куда хочешь, вернее, куда и иди. Ну, я и устроился в строительную фирму. Работал в строительной фирме. И одновременно занимался возрождением, так сказать, по просьбе Калниша занимался. Церковь. И вот по мере возрождения церкви у вас происходило какое-то религиозное обращение, да? Да, личное. Именно в процессе, когда я приходил уже заниматься. Знаете, на самом деле, если человек, ты находишься в церкви, и быть вне церкви, вне веры, по-моему, невозможно. Ты либо уйдёшь, либо ты просто придёшь в церковь по-настоящему. Либо, говорят, у кого-то есть большой коммерческий интерес, который его там держит. Но это не о вашем случае, конечно. Это больше в православном случае. Вообще ни копейки. Только личные свои деньги тратил. Никто мне никаких денег не давал. Первую зарплату, по-моему, я в церкви получил в 95-м году. И вам могу сказать, в церкви моя самая большая зарплата, я вообще сейчас вам скажу, больше я не получал, это где-то порядка 200, а, 400 тогда марок в месяц у меня было. А потом 200 евро. Вот последняя моя зарплата, которую, когда потом всё перевели, самая зарплата моя в церкви, это было 200 евро. Но поверьте мне, что это не самая крутая зарплата. Вот. Да, я получал, когда стал главой представительства. У меня была зарплата 200 евро. Когда я в 2006 году, по-моему, или 2007, я ушёл из церкви, моя зарплата составляла 200 евро. Но вы в церкви никогда не были рукоположены? В церкви нет. Вам не предлагали какое-то служение такое, более иерархическое? Нет. Почему? Ну, я не знаю, мне тут трудно сказать. Во-первых, я в семинарию поступил в Новосаратовке. Я даже её закончил. Ну, и я даже начал службы вести в соборе святых Петра и Павла в Москве. Но дело в том, что тут же епископ Шпрингер раздал указ, что без рукоположения службы вести запрещалось. Учитывая, что единственный, кто вёл службу без рукоположения, это был я, то я их перестал вести. Можно было и рукоположиться? Я не знаю, я и сам-то не мог рукоположиться, а никто мне не предлагал. Ага. Это парадокс какой-то. Почему парадокс? Почему парадокс? И дело в том, что... Ну, смотрите, ваши выдающиеся заслуги в организации... В административной. В административной. А теперь представьте, я помимо административных стал ещё и духовной. Да. А-а. И кто глава церкви автоматом становится? А, то есть это мешало рукоположению. Конечно. Хотя бы диаконам... Диаконы есть, да? Ну, как таковых у нас диаконов не было. Проповедники у нас так назывались. Но меня и близко не подпускали, могу вам сразу сказать. Просто не подпускали. Слишком большой аппаратный вес. Ну да, я бы сказал так. Потому что, как я сам не слышал, но как мне рассказывали, епископ Прингер говорил так. Если Пудова рукоположите, он тот же станет епископом. Вот и всё. Ну, с вами бесконечно интересно разговаривать, но мне тут показывают постоянно на часы. Поэтому, может, будет ещё возможность продолжить. Ну, как в следующий раз. В следующий раз. Спасибо вам огромное. Не за что. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok